Всем привет мои маленькие любители трэша и расчлененки. У микрофона Миша Дарко и сегодня мы заканчиваем разбор франшизы Экстро. Пробито ли дно? Давайте узнаем вместе. Фильм начинается с того, что азиатская журналистка, ну или журналист, хрен разбери этих азиатов, приезжает брать интервью в обоссаный мотель у какого-то опустившегося алкаша, который внешне немного похож на Бенедикта Камбербэтча. Этот бухлосос хочет поведать ей одну занятную историю и получается, весь фильм это рассказ о событиях, которые он пережил. Все началось с того, что начальство отправило нашего синяка, который оказывается бравым лейтенантом, на секретное задание по разминированию мин на отдаленном острове, на который десятки лет не вступала нога человека. Все бы ничего, но команду ему подобрали весьма неординарную. Что-то не так. Не лучшие солдаты. Капрал Райли признан психопатом. Макхенрикс. И я бы не стал им доверять. Хенриксу особенно. Высшее руководство пригласило нашего лейтенанта в стрип-бар для знакомства. Ну, в такой армии я бы послужил. Кстати, операцию возглавляет никто иной, как Эндрю Дивов, которого любители хоррора знают не понаслышке. Отряд же состоит из наглухо отбитых персонажей. Рядовой Райли. Хватит лыбиться. Райли. Капрал Бента. Рядовой Хенрикс. И, наконец, капитан... Рядовой Фридман. Ну, если бы их командиром был сержант Зим, то таких проблем с субординацией не было бы впредь. Проклятье! Тем не менее, наш отряд самоубийц отплывает. Эй, стой! Нужно поговорить! Как ты оказалась здесь? Ну... Я была фигуристкой. Но была еще одна фигуристка-сучка. И я терпеть ее не могла. Я наняла ребят, и они сломали ей ногу. Судья сказал, есть два варианта. Три года в армии или год за решеткой. Тебе повезло. Эм... Это вообще законно? Не стоит недооценивать американское правосудие. Один из дебилов открывает пальбу, а зритель начинает в крае хуевать, почему на такое опасное и секретное задание отправили кучку кретинов, которые даже элементарный психологический тест бы не прошли. Каким-то чудом не поубивав друг друга по пути, наше пиздобратье высаживается на остров. Пара вояк остаются на корабле, и один забивает себе плотный напас. Нэээ... Надеюсь, это не та трава, от которой даже прожженные нигеры склеивают ласты. Совсем отзуплился. Ух ты! О, молодец-то! Высадившийся на остров, аккуратно ищут мины с помощью металлоискателей. Помимо взрывчатки, они обнаруживают кое-что не менее интересное. А это что такое? Это зубы чьи-то, да? Бояки потихоньку осматривают остров, периодически слыша странные звуки. Что это, блять, было? Деньги. Мы это часто слышим. Ночью всех будет непонятный шум. Его источником оказывается какой-то жалкий оборвание, с которой, видимо, не один десяток лет прожил на этом острове. Хм... Как бы ранее было сказано, что остров находится в двухстах милях от берега, и это не так уж много. Он бы смог построить офигенный плод, но нет, чувак решил поиграть в ебаного Робинзона. Тем временем, у кур и баба подрывали хрен по мечту, и от взрыва в стене какого-то бетонного сооружения образовалась дыра. Солдатик сходу лезет внутрь, а Бобёхов впервые встречается с нашим главным антагонистом. Ха-ха-ха, да он вылитый Роджер Смит. Я всё идеально сделал. Прибывший на место солдафон и кучка ей залезает в эту странную дырку, где их начинает дико глючить. Внутри они находят комнату, забитую разными ништяками. Тут и египетская статуя, и древний телефон, пишущая машинка, труп у Кура. Что? Труп у Кура? Хм, я так и знал, что курение убивает. Дико наложив штанишки, они прибегают на берег, и оказывается, что Дивов вместе с лодкой уплыл в освоясть, оставив их наедине с чужеродной формой. Жизни. Ночью наши тупицы снова встречают дикаря, и он ведёт их в своё убежище. Хм, как бы вы сюда мины обезвреживать приплыли, а сейчас ходите, как ни в чём не бывало, не боясь подорваться. И как этот абориген бегал здесь столько лет, и ни разу не попал в неловкую ситуацию? О! В жилище Бича мы немного знакомимся с его бытом. Ух ты, круто! Сковородки пригодились. Симпатичный кролик. Ты любишь животных? А это что, твой друг? Он тебе нравится. Бой Бабы же попадает в гигантскую паутину, сплетённую, по всей видимости, нашим пришельцам. Мне вовсе не интересно, из какого такого отверстия он её выпускал. Одного из подоспевших к ней на помощь вояку пришелец поднимает своим языком, который больше похож на ёлочную гирлянду. А представьте, какой кунилингус он делает своей инопланетной тёлке. Но я знаю того, кто находит своему языку более практичное применение. Тем не менее, чувака удалось отбить. Как-то незаметно проходит ночь, а тёлка в паутине всё висит и висит, и... О боже! Она видит бездарный плагиат нахищника! Ну как можно бояться такого милаху? Я просто торчу от местного инопланетянина. Он что-то вроде пола, если того снимали во времена практических спецэффектов. Военные же смотрят старые плёнки на проекторе, но это дико долго, так что вкратце. В 1955 году нашли космический член. Пришельца посадили в клетку, потому что воздух на нашей планете платный. Его подружки провели абортирование, но папаня психанул и разъебал всех вокруг. И... Как бы люди выставляются здесь чудовищами. И после этой сцены мы должны начать сопереживать Алиену, но в последний раз я переживал из-за резиновой куклы, тогда, когда по пьяни выстрелил свою Джозефину из травмата. Наш Летёха с компаньоном отправляется на поиски бабы, над которую же вовсю ставят разные угарные эксперименты. Летенант прерывает страдания женщины выстрелом из снайперки. А не проще ли было выстрелить в ИТИ? Может тогда фильм бы закончился чуть раньше? Не добившись ровным счетом, НИ-ХУ-Я! они бегут обратно в убежище ожидать помощь. Вскоре прилетают вертолеты и устраивают им локальный Вьетнам. В этой суете инопланетянин проникает в убежище и заблевывает одного из солдат. А потом решает сделать ему небольшую лоботомию. И опять угораясь в того, что рост этого пиздюка 120, может 130 сантиметров, а солдат здоровый и хорошо обученный убийца. Почему он дает себя так слить? Неужели он настолько не ценит жизнь? Снаружи наших героев начинает кошмарить вертолет, но каким-то чудом все остаются в живых. Переждав ночь в какой-то пещере, отряд придумывает гениальный план по ликвидации хищника. Вы можете повторить это в домашних условиях. Вам понадобится веревка, немытый бомж Валера и дохрена С4. Профит! Подорвав код в это ущелье, они замуровывают инопланетянина навек. Нет. Отряд занимается своими делами. Ловит кроликов, сидят у костра, строят плод. Тот и решает искупаться. Внезапно на остров высаживается команда зачистки во главе с ебаным джином Эндрю Дивофом. Они быстро сливают одного из купальщиков, а девушку берут заложники. Но головорезы оказались пиздец какими тупыми. Один сразу же попался в паутину, другие взрывают вход в ущелье и освобождают нашего инопланетного озорника, который, вместо того, чтобы сказать спасибо, вырывает позвоночник у одного из солдат. А знаете, кто еще так делал? Прости, Арни, мы все проебали. По итогу, в заложники берут всех, кроме деда, и в завязавшейся потасовке наш ГГ не без помощи пришельца дает люлей супостатам. В этой суматохе девушка ловит маслину и отправляется в Алгалу. Летехов плать добирается до корабля головорезов и оказывается, что там находится один лишь Дивоф, все остальные мертвы. И блин, я не верю в то, что толпа из 15 вооруженных солдат не смогла наебнуть идти, у которого в арсенале только язык Мишура, паутина и блевотина. Кстати, он тоже оказался на корабле и получил целую обойму 9-ти миллиметровых в пузико. Конечно, он сам себя лечит. Не спрашивайте, каждый инопланетянин так умеет. На палубе же идет дикий экшон, и плохиша удается выкинуть за борт. В нелегкой дилемме, кого пристрелить, лейтенант выбирает Дивофа и попадает ему в глаз, но тот выживает и начинает осложнять жизнь уже другим людям на совсем другом острове. В пришеле Джек косплея Иисуса телепортируется на остров и улетает на своей тарелке в космический ебинян. Что это, блять, было? Мало того, что он умеет телепортироваться, так еще он в любой момент мог улететь с острова? Так в чем смысл? У меня от этой сценарной тупости уже голова окружится. Кстати, Робинзон также выживает, уплыв на самодельном плоту и я представляю, сколько сложностей ему пришлось преодолеть. Но у меня вопрос. Какого хрена ты тоже ждал так долго и не додумался построить плот раньше? На этом рассказ лейтенанта заканчивается. Фух, ребят. Это было забавно. Франшиза закончилась, а вы пишите в комментах, на какую серию фильмов вы хотите увидеть дальнейшие обзоры. Что касается Экстра 3, то это по-прежнему кусок волосатой жопы, отвратительные спецэффекты, дебильные персонажи, отсутствие даже намека на логику. Кино не спасает даже псевдомораль о том, что человек это самое злодейское существо во вселенной. Этот фильм болен. Диагноз – отцос с проглотом. Всем пока!